Сайт www.iton.tv.com. Русское телевидение Израиля представляет. Здравствуйте, друзья. Мы с вами на канале Iton.tv в программе «Особая папка». Меня зовут Марк Гурин, со мной в студии мой компетентный собеседник Яков Кедми. Здравствуй, Яша. Добрый день. Понятно, что сегодня Украина стоит в центре интересов. Огромная страна, сопоставимая с Францией, 26 областей, сопоставимая по населению и по площади. Она останется в сегодняшнем своем составе или мы будем присутствовать в предиораспаде, судя по настроениям происходящее? Для того, чтобы и объединиться, и распадаться, достаточно необходимая сила воли и способность действовать. Ну, я не знаю там, кто на что намекает. Если кто-то думает, что на сегодняшней Украине кто-то понимает намеки, так он еще не понимает. Вот, который жил по разумениям, а не потому, что надо делать. До вчерашнего дня его называли почему-то президентом Украины. Оказалось, его способность управлять государством примерно на уровне между Керенским и Горбачевым. Но такова политическая элита Украины. Вся. Последние 20 лет. В том числе и тех, кому приписывают желание, намерение, возможность намеки отделиться. Если они все будут действовать так, как с сих пор действовала политическая элита на Украине, они никуда не отделятся, они будут сидеть в своем дерьме и ныть, и плакать, и ругаться. То есть, если будет достаточно силы воли, организованности, у тех, которые захотят отделиться, они отделятся. Если не будет, так они не отделятся, и они будут чахнуть и гнить вместе со всей Украиной. Окей. Тогда подойдем с другой стороны. Как ты считаешь, экономические векторы Украины, они подталкивают к разделению? Запад есть Запад, как было сказано, по другому поводу. Восток есть Восток. Крым тем более Восток. Или они, наоборот, подталкивают к ее объединению? Подталкивать это еще не все. Во-вторых, экономика Украины и Украина по экономическому состоянию – одна из десяти самых худших государств в мире. Самых сладких. Так что тут вопрос не объединения. А или это государство, которое называется Украиной, будет дальше катиться в пропасть, или кто-то из этого падения в пропасть удастся ему зацепиться и отделиться. Пусть они падают, а мы останемся. Теперь, куда, чего подталкивает, не играет никакой роли. Определяет не то, что подталкивает, а тот, кого подталкивает. А если они будут такими, как они были до сих пор, они не смогут ничего сделать, в том числе и отделиться. Независимо от объективной ситуации вокруг, решать объединяться или разъединяться должны сами граждане Украины. И если речь идет, допустим, о юго-восточной Украине, то они должны решать, а не общее положение. Общее положение, оно на букву «Х» и не подумайте, что хорошо. Ну и что? Ну вот Крым уже принял некий документ. Какой этим документом? Крым этим документом может подтереться. Ну и что, что они приняли этот документ? Кого интересует документ? Не знаю. Так что же играться? Что же играться в эти игры? Приняли документ, повесили его на стенку. Янукович подписал соглашение, его выбросили. Не пишут документы, не говорят намеками. Приняли документ. Ну и оставайтесь с вашим документом в рядах самостоятельной Украины. Ну и что вы сделаете? Еще одну резолюцию примут с осуждения? Они рассчитывают, видимо, на некую поддержку. Какую поддержку? Кого поддерживать, если никто не чешется? Активность Крыма. Нету активности Крыма. Нету активности. У них нет никакой активности. То, что написали бумажку, это не активность. Написали бумажку, пошли домой пить чай. Нечего поддерживать. Некого сегодня поддерживать на Украине. Некого. Не в Луганске. Не в Харькове, не в Киеве, не во Львове. Кого поддерживать? Кто будет поддерживать? Может быть, это и к лучшему, тогда она не распадется. А? Может, это и к лучшему, тогда она не распадется. Она целиком летит в пропасть. Вся Украина. Потому что украинское государство на сегодняшний день без поддержки России не дееспособно экономически. Дееспособность украинского государства может обеспечить Европу, если она захочет, влив туда от 50 до 100 миллиардов долларов, если они у нее есть. На Грецию влили 20 и вливают еще 20 для того, чтобы провести там реформы. А на Украине не только реформы надо провести. Всю экономику перестроить. А это бешеные расходы, больше, чем в Грецию. Кто, у кого есть на это деньги и желания, делают. Россия может это сделать меньшими деньгами. Ей не надо перестраивать всю украинскую экономику. А Европе надо. А ты считаешь, что Россия в новой ситуации будет готова, удерживая те позиции, когда она сможет удержать? А какие у нее есть позиции? Какие у нее позиции, зачем ей это делать? Россия может вкладывать деньги в Украину, если будет экономическая задача. Экономическая отдача. Вкладывать деньги в Украину, от которой отдачи нет. Власти авторитетной нет. Займы она не вернет. Производство не будет. Так зачем вкладывать? Зачем это России? Россия что, будет тратить свои миллиарды долларов на Украину во имя чего? Если нет экономической выгоды, а экономическая выгода может быть в России только, если Украина будет в таможенном союзе. А если она не будет в таможенном союзе, так России нет никакой экономической выгоды. Тогда почему Россия должна поставлять Украине нефть и газ по дешевым ценам со скидкой? А если не будет на Украине газа и нефти со скидкой, тогда производство украинской промышленности будет не рентабельно по мировым ценам. Скажем, для того, чтобы, когда будет избран новый президент Украины, не будем гадать, что это будет. А чего гадать? И так же ясно. Вот тебе ясно. Кто будет новым президентом Украины? Кто будет новым президентом Украины? Кто будет? Мадам будет с косой. Ну и дальше что? Девушка с косой. Ну и что дальше? Она уже была у власти дважды. Один раз с Лазаренко, а второй раз с Ющенко. Удержать ее, насколько возможно, в политических пенетах России. А зачем ее удерживать в политических пенетах России, если даже это возможно? Кому она нужна? Ну, это пространство интересов России. Пространство интересов, которое поглощает деньги, не давая реальной экономической отдачи, России не нужно. Я в этом уверен. Да. Россия не будет вмешиваться ни в одну авантюру политическую, если она не уверена, что это не авантюра, и что будут получены экономические прибыли. В убыток себе пусть работает Европа. Насколько я знаю, так можно во всяком случае читать закулисные сигналы о том, что Обама договорился с Путиным о взаимоскажем так внимании, положительном внимании к происходящему в Украине. Что Обама понимает в Украине? Хороший вопрос. Что американцы понимают в Украине? Американцы хотят помочь Украине? Вы пишите чек. Они не могут. Не можете? Ну и сидите. Европа хочет помочь Украине? Вы пишите чек. Для начала такой, как Греция. Не можете? Ну так можете кричать сколько угодно. А Россия, если у нее остались остатки здравого смысла, больше ни одного доллара вкладывать в Украину не будет, пока там не будет нормального, устойчивого, дееспособного правительства, с которым можно разговаривать. А не правительству, как сегодня заявил один из трех руководителей оппозиции, что мы потребуем объявить русский язык вне закона и придать суду каждого, кто говорит по-русски. Так я не думаю, что Россия будет вкладывать доллар один, хотя бы, в страну, у власти которой стоят такие люди. Такие люди. Ну что ж, на этой, в общем, пессимистической, увы, ноте... Она не пессимистическая. Она реальна. Она реальна. То, что Украина пессимистичная, то, что ее будущее хуже ее прошлого, то, что она не дееспособна ни политически, ни экономически, ну так это их проблема. К сожалению, тематика эта практически неисчерпаема, а наше время, увы, подошло к концу. Единственное, что я могу сказать в завершение, как всегда, то, что ты говоришь, что Украина нам не чужая, и народ, который там живет, нам не чужой. Его ситуация не может нас не волновать, не интересовать. Поэтому, скорее всего, мы еще вернемся к этим болезненным и очень важным темам. Украину жалко. Украину жалко. И других жалко. И Сирию жалко. И Ливию жалко. Украину больше жалко. И негров в Африке жалко. Ну так жалко, ну так что? Причем тут мы, если они не дееспособны? Ну так пусть живут на то, что они способны. Больше жалко, чем Сирия там университет. А какая разница для мировой общественности Украина, Сирия, Ирак, Вьетнам? Кому какая разница? Кому какое дело есть? Если украинцам нет дела до самих себя, то другим до них дела не будет. Ну что делать? Спасибо, Яша. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН-ТВ. КОНЕЦ СИГНАЛИЗАЦИЯ КОНЕЦ 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 Продолжение следует...